Здравствуйте! В эфире Вести Чукотка. В студии Анастасия Сяртун. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях в округе. Ледоход на Чукотке. Сезон паводков в самом разгаре. На днях в воегах река Майн вышла из берегов, потопив важные объекты. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Подробности у Анны Мартяжкиной. Речка поднялась. Вот она уже в поселок затекает. Местные жители пристально следят за паводковой обстановкой. Каждую весну небольшое чукотское село в зоне риска. Этот год не исключение. На днях река Майн заставила понервничать. Уровень воды в ней составлял 939 сантиметров. Это всего на 11 сантиметров меньше отметки неблагоприятного явления. В зоне подтопления оказалась половина взлетно-посадочной полосы сельского аэродрома, а также часть дороги, ведущие к нему и к складу ГСМ Чукотка Мунхоза. В настоящий момент ситуация стабилизировалась. Все мероприятия были отработаны согласно плану. Значит, ПВР был готов. Временная площадка для вертолета была готова. То есть, все согласно плану, все вопросы были отработаны. Хочу сказать, что ни жил фонд, ни придомовые территории на поселение в воеге не подтоплялись. Воеге, Марково, Усть-Белое, села Анадырского района, которые больше других подвержены затоплению весной. Ситуацию на контроле держит прокурор округа. Прокурор Чукотского автономного округа Дмитрий Бурко 23 мая 2023 года с рабочим визитом посетил поселок Угольные копии. Традиционно в зону подтопления на территории Чукотского автономного округа подпадает прибрежная территория Анадырского муниципального района. По данным прогноза Чукотского управления по гидроматериологии и мониторингу окружающей среды, в населенных пунктах Анадырского района ожидается максимальный уровень половодия, превышающий отметки, неблагоприятные явления. Дмитрий Бурко проверил подготовку к весенним паводкам социально сдачимых объектов и состояние дорог. У главы Анадырского муниципального района и администрации городского поселения Угольные копии прокурор округа выяснил о принимаемых мерах и проведении мероприятий по недопущению затопления объектов, жизнеобеспечения и домов при обильном таянии снега, проходившем в данный период на территории Чукотского автономного округа. Мониторинг проводимых мероприятий, направленных на предотвращение весенних паводков и их последствий, находится на личном контроле прокурора Чукотского автономного округа. Лед на реке Анадыр тронулся 24 мая. В настоящее время уровень воды в ней растет. Пик паводка на самой большой реке Чукотки пройдет до конца мая. У нас до уровня затопления пока еще ничего не доходило, соответственно. Какие-то бывают неблагоприятные ситуации. В любом случае у нас главным управлением создана аэромобильная группировка с количеством 30 человек, которые планируют принять паводка в опасный период в районах с сложной паводкой в опасной обстановке. Ну и также для проведения берементированных аварийно-спасательных неотложных работ у нас создана группировка Чукотской окружной системы РАСЧС. В Билибинском районе, который, как и Анадырский, подвержен паводкам, ситуация стабильная. Там вскрылись все расположенные рядом с населенными пунктами реки. Большой и малой Анюки, Первеи. Неблагоприятных явлений там не наблюдается. Анна Мартяшкина, Тамара Карави, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.